В спортивном клубе «Викинг» состоялся традиционный юношеский турнир по боксу в памяти мастеров спорта Советского Союза Олега Раченко и Олега Маркина. Именно в этом клубе знаменитые боксеры достигли высоких спортивных результатов. В этом году мемориалу 12 лет. За это время он успел значительно вырасти в масштабе, расширить свою географию и поменять статус. От первенства школы соревнования перешли в региональные, а сегодня их можно по праву считать международными. Конкуренцию о мячам уже который год составляют представители Республики Казахстан. В октябре месяце провели турнир, отобрали команду юноши 1999-2000 годов. Сейчас мы отбираем юниоров, юниорскую подгруппу 1997-1998 годов, которая будет сформирована, будут назначены ответственные тренеры и будут готовиться направленно к всероссийским и международным соревнованиям. Также команда Казахстана нам рассказала, что они готовятся к первенству Казахстана и будут тоже на этом турнире просматривать сборную команду своих регионов для участия в первенстве Казахстана. В мемориале принимали участие более 100 лучших бойцов Сибири и Казахстана 16-17 лет. Перед каждым выходом на ринг наставление тренера – не падать духом, быть выдержанным и настраиваться только на победу. Но бывает и так, что удача сама идет в руки, как, например, произошло с гостем из Казахстана, который в буквальном смысле вышел на бой с собственной тенью. Приехали сюда, чтобы получить опыт, но соперник как не вышел, я сейчас опыта не получил. А вот воспитаннику Омского клуба «Чемпион» удалось провести продуктивный бой. Всего несколько точных попаданий в челюсть и противник в нокауте. Бой был сложный, равный, но во втором раунде я проявил инициативу и провел повторную контратаку, тем самым вызвав соперника в нокаут. На областном турнире по боксу памяти Олега Радченко и Олега Маркина омские спортсмены показали достойные результаты. Однако медали высшей пробы удостоились четверо. В весовой категории до 60 килограмм победил Роберт Ревзанов. В весе до 64 килограмм выиграл Данила Миллер. В весовой категории до 73 килограмм победил Павел Царев. А в самом тяжелом весе лучший бой провел Павел Шрейдер. Чемпионы турнира в каждой весовой категории удостоились звания кандидата в мастера спорта и получили заветную путевку на главные турниры страны.